Зарабатывали на несовершенстве системы перевода денег с карты на карту, и банк, и следователи посчитали, что незаконно. Больше 17,5 миллионов рублей дохода получили три человека, воспользовавшись пробелом в системе транзакции. Главное было быстро снять переведенные деньги. При этом они не списывали со счета, откуда деньги переводили. Как такое было возможно, знает Айгольба Трудинова. Установить личности подозреваемых удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Предполагаемыми мошенниками оказали 47-летний заместитель директора одного из дошкольных образовательных учреждений, а также безработный 25-летний парень и 20-летняя девушка. Они воспользовались несовершенством системы перевода денег с карты на карту. Для этого оформили 71-ну пластиковую карту, часть на себя, часть на третьих лиц. Схема была проста, переводили деньги с одной на другую. При транзакции на одной карте блокируется сумма перевода. На другую деньги уже поступают. В этот момент отправителю приходит запрос на списание комиссии за перевод. Отправитель отказывается и сумма перевода размораживается. Но за это время со второй карты переведенные деньги успевают снять. Общий ущерб, принесенный кредитной организацией, составил более 17,5 миллионов рублей. Двума из них решением суда определена мера пресечения в виде заключения под стражу. Третье – в виде домашнего ареста. Всем предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество. Обвиняемые признали вину в полном объеме и частично погасили ущерб. Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением передано в Московский районный суд Казани для рассмотрения по существу. Происшествия и аварии, трагедия, героизм спасателей и сила закона в программе «Вызов 112» на сайте tnv.ru и на ютуб-канале ТНВ. Подписывайтесь.